Арбаин Тихая хусейн со всех сторон, призыв несется, воздух разрывая, и ангелы слезами небосклон, омылись словно туча грозовая. Это большая ответственность, как каждый, кто посещает Зиар-Имама, он дает новую присягу, присягу верности, любви и служения. И на каждом из нас большая ответственность, так как каждый из нас будет являться представителем имама-сына-министра. На Арбаина, святая Фатима, оплакивает горько участь сына. Волнение, радость, переживание, так как я отправляюсь к защитнику ислама, имаму Хусейну. Этот Зиарат я хочу посвятить своей душе, потому что за свои 22 года я очиняю ее своими грехами. Из-за этого я хочу ее посвятить своей душе, чтобы она осветилась ликом имама Хусейна. Я надеюсь сохранить этот свет до конца своей жизни. Героев Кербалы позволят Аллах почтить, День Арбаина скорбь заполнила сердца. Людскою реки Хусейну нет конца, Позволь Аллах мне храм Хусейна посетить. Героев Кербалы позволят Аллах почтить, День Арбаина скорбь заполнила сердца. У меня есть история, касаемая имама Хусейна, алейхиссалям. Когда я пришел до сета Хусейна, я понял, что я начал более понимать всю историю имама Хусейна, алейхиссалям. Я впервые отправляюсь на Арбейн, и я могу сказать так, что у меня очень смешанные чувства. С одной стороны, присутствует радость, с другой стороны, грусть. Я каждому желаю, чтобы каждый испытал эти чувства и поехал на Зайрат Арбейн. Если бы я увиделся с имам Хусейна, алейхиссалям, я бы попросил бы с посредством его, чтобы очистился мой душевный нафс. Говорят, что в Арбейне за каждый шаг Всевышний Аллах награждает. Я бы хотел поделиться этой наградой со своими родителями. Я думаю, что после поездки, иншаллах, когда я приеду, я смогу сохранить ту ауру, которая будет в Карбале, иншаллах. И это многое изменит в моей жизни, я постараюсь сохранить. Вот настал тот день, когда караван любви выдвигается к имаму Хусейна, алейхиссалям. Вот я тоже собираю свою сумку, иншаллах, с помощью Аллаха. Думаю, иншаллах, мы готовы к этой поездке. Если бы я увидел бы имам Хусейна, алейхиссалям, что бы я сказал бы? Если честно, слова не было бы, были бы другие ощущения. Но я бы сказал бы одно, клянся Аллаха, мы не забудем тебя, и это наш завет. Смотря на свой возраст, давно мечтал посетить Зиарат Имам Хусейна, алейхиссалям. Благодаря Всевышнему, иншаллах, я в этом году смогу посетить. А полученную награду, половину я хотел бы поделить со своим родителем. Я надеюсь, этот арбейн изменит меня в лучшую сторону в духовном направлении. И этот арбейн останется до конца в моей жизни. А также я хотел бы пожрать своим братьям, которые в этом году не смогли посетить Зиарат Имам Хусейна, алейхиссалям. Чтобы в следующем году смогли посетить. И всем людям, что посетили в следующем году, иншаллах. Этот Зиарат я хочу посвятить каравану пленников. С какой тяжестью они прошли этот путь. Отдать дань уважения их терпению, воле и силе к привязанности Аллаха и его религии. Бисмиллахи рахманы рахим. Асталпаддин, который я желал всю жизнь. Которая была моей мечтой направиться к Кальбелу из Назиарат Имама Хусейна, алейхиссаляма. И внука пророка, саллаллаху алейхима алейхиссалям. Который нам завещал в Коране по повелению Аллаха. Сура-совет, 23 аят, в котором говорится, я за то, что вам принес и сделал добро, не хочу от вас ничего, кроме любви моему семейству, моему роду. Исходя из этого коронического аята, то, что Аллах нам ведал, пророк передал, мы сегодня, иншаллах, встанем на путь караван, который будет делать Зиарат Имама Хусейна, алейхиссаляма. Я желаю всем такого дня, желаю, чтобы каждый, называющий себя мусульманином, смог посетить эту радостную вещь для себя, посетить внука пророка, алейхиссаляма. Субтитры создавал DimaTorzok Храму Аббаса Тихо шепчу я строки молитвы, свод пробивая нагрянувших туч, сердце из клетки рвется наружу, Храму Аббаса ведет меня лунь. Души готовы истину встретить, руки готовы ее поддержать, Флаги Аббаса реют над нами, гнев об Аббас на врагу не стреляй. Аббас, ты мой герой, моя ода, Руку подай, веди в кербелу. Аббас, ты мой герой, моя ода, Руку подай, веди в кербелу. Аббас, символ любви и свободы, ты приговор в ноту и слух. Пусть однажды Всевышний удостоит каждого желающего воочию видеть подобную красоту. Мир тебе, Охусейн, мир твоим родным и сподвижникам.